МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. Вот и некоторая тема выпуска. Армейские трагедии. Во время несения службы солдат из Вангапуровского погиб. Новоуренгойский срочник получил серьезные увечья. Бесчеловечность ради наживы. Как одна из жительниц города обманом практически на улице и без денег оставила семью с ребенком-инвалидом. И снег идет, как выглядят и ноябрьские дворы в первые дни северной зимы. Начну с трагедии, которые случились с ямальскими солдатами в армии. В Новороссийске в понедельник погиб житель Вангапуровского. Молодой человек нес службу по контракту. Призван из ноябрьского он был в 2010 году. Там несчастный случай. Там действительно несчастный случай. Были учения, если вы знаете, это в Новороссийске. Но оборвался трос и его придавило. Парень несрочной службы. Он заключил контракт. Призы, по-моему, 2010 года. Ну вот так произошло. Проживали не на Вангапуре. Сам он с Вангапура, да. И проходил службу по контракту. А новый уренгойский солдат-срочник, который буквально за месяц до дембеля получил увечья в армии, сегодня был прооперирован. Напомню, трагедия случилась под Рязанью на поригоне 137-го парашютно-десантного полка. Нашему земляку оторвало кисть руки, раздробило голень и черепно-мозговую коробку. По предварительной версии, в руках десантника взорвался снаряд от противотанкового гранатомета. По факту тяжкого травмирования военнослужащего, которое произошло в поселке Дубрович-Черленской области, проводится в военно-следственном отделе призывающего гранатомета проверка. Состоятельства произошедшего выясняются. Сегодня отец молодого человека по телефону рассказал председателю комитета солдатских матерей, что операция прошла успешно. Состояние солдата врачи оценивают как удовлетворительное. Вот что о произошедшем говорит Людмила Буряк. Мне позвонили родители 11 октября. Сообщили о том, что произошел несчастный случай. Что он был на полигоне, нашел именно неразовавшийся с этой снаряд. И что он там с ним делал? Что в результате он детонировал? Ну и повредил кисть руки, был удален глаз и вот эта проблема с ногой. Что на самом деле произошло? Сейчас идет следствие, никто точно не может сказать. Но тем не менее, вы знаете, как родители сразу сообщили мне, я сразу же позвонила и в окружной военкомат сообщила, и в правительство Ямальское, чтобы поставить в известность о несчастном случае. Сегодня в Ноябрьск прибыла машина, которая повезет гуманитарный груз на Дальний Восток. Ее пригнали из Екатеринбурга. Сегодня вечером ноябрьские общественники и десантники машину загрузят, а уже утром она отправится в путь. Напомню, в Ноябрьске в помощь пострадавшим от нападения было собрано более 20 тонн гуманитарного груза. Это теплые вещи, констовары, игрушки и продукты длительного хранения. РЖД запустит 109 рейсов дополнительных поездов внутригосударственного сообщения в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период ноябрьских праздников. Дополнительные составы будут курсировать с 30 октября по 5 ноября. В частности, из Москвы запустят 11 дополнительных рейсов, а из северной столицы 10 поездов. Кроме того, в праздничные дни ноября РЖД пустят дополнительные международные поезда дальнего следования в Эстонию, Латвию и Финляндию. В составе законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа произошли изменения. Депутатское удостоверение вручено генеральному директору авиационной транспортной компании «Ямал» Василию Крюку. Новый депутат по его желанию был включен в состав Комитета Заксобрания по экономической политике, промышленности и природопользованию. Также Василий Крюк вошел в состав депутатской фракции политической партии «Единая Россия». Изменения произошли в составе фракции ЛДПР. В ее состав вошел депутат Владимир Вдовин. Жители города возмущаются дороги, уложенные в дождь. Новости нашего города подводят итоги очередного опроса, проведенного в сети интернет. В исследовании приняли участие около 1200 человек и почти 40% из них назвали эту проблему главной. Каждый пятый респондент считает планировку городских улиц непродуманной, а 16% слишком узкими. 9,8% опрошенных, соответственно, назвали главной проблемой на дорогах водителей хамов и слепых пешеходов. Оптимистично настроена только десятая часть респондентов. Одна половина из них считает, что в городе вообще недорожных проблем, а другая, что в Ноябрьске лучшие дороги в России. Переходы в никуда, установка бордюров и походные палатки в центре города. Все это сегодня на улицах Ноябрьска наблюдала наша съемочная группа. Подробности в рубрике «Нам здесь жить». Направо пойдешь в сугроб, попадешь налево, шагнешь, в принципе, окажешься там же. Такой вот переход в никуда находится в районе Абалони. Судя по всему, местным жителям он совершенно не нужен. Да и коммунальные службы начисто про него забыли. Подступиться к зебре можно разве что с боем и в качестве вооружения использовать лучше лопату. Ведьма пешеходы должны сами расчищать себе дорогу. Кстати, такая покинутая зебра здесь не одна. На этом участке дороги их прямо-таки целый табун. На отрезке примерно метров в сто удалось поместить аж три целых перехода. Тогда как по ГОСТу расстояние между ними должно быть как минимум 200 метров. В Ноябрьске до сих пор продолжается благоустройство. К примеру, на республике рабочие усиленно что-то выкапывают. И делают они это уже несколько дней подряд. Причем некоторые не стесняются использовать топоры. Кстати, для жителей города до сих пор остается загадкой, почему работы на дорогах, в том числе по укладке асфальта, установке бордюров и даже покраске дорожных ограждений ведутся именно в снежную погоду. Активно трудятся дорожные службы и у центральной городской больницы люди в оранжевых жилетах уже вырезали часть асфальта и вроде бы заняты укладкой проводов. А снег все идет. И в тему о снеге. Обстановка на дорогах, если не критическая, то в скором времени станет таковой. Обильные осадки основательно замели проезжую часть. Теперь движение по улицам Ноябрьска больше напоминает курс экстремального вождения. Снегоуборочная техника на дорогах, конечно, появлялась, но, судя по состоянию проезжей части, усилия дорожников оказались недостаточными. Хотя вот этот участок дороги вряд ли касались ковши спецтехники. Не дали как несколько дней назад здесь еще стоял знак ремонтной работы. Стоял он всего ничего, каких-то пару месяцев. На этой неделе загадочный исчез, что позволяет судить о том, что работы, по всей видимости, окончены. А вот сугроб, который случайным образом получился на проезжей части, пока еще на своем месте. Буквально через дорогу примерно та же ситуация. С той лишь разницей, что ремонт здесь не затрудняет движение. Яма, которая была выкопана, заметена снегом. Знак, свидетельствующий о проведении ремонтных работ, упал, видимо, от усталости. А может, по каким-то другим причинам. Единственное, чему мы сегодня не смогли найти объяснение, так это палатки, установленные у дороги. Для каких целей она понадобилась, даже предположить трудно. Ксения Епшева, Виталий Харченко. Новости нашего города. Ну, а если дороги еще хотя бы чистят и посыпают песком, то на тротуарах и во многих дворах пешеходам, да и автолюбителям, приходится не сладко. Снега за эту неделю выпало много. Убрать его и вывезти до сих пор не удалось. А потому, что гробы, непродоптанные тропинки и гололед не дают людям проходу. Напомню, если вы стали свидетелем интересной, курьезной, веселой или, напротив, серьезной, несправедливой, как вам кажется, ситуации, и у вас есть фото или видео, или же вы недовольны работой, или, напротив, готовы похвалить коммунальщиков, обращайтесь в наши рубрики «ЖКХ. Новости наших горожан» и «Нам здесь жить». Мы находимся в медиа-центре по проспекту Мира. Наши телефоны 49 99 40 и 34 62 75. Обеспечение жильем ямальцев будет поставлено на более жесткий контроль. Депутаты законодательного собрания приняли в первом чтении поправки в соответствующий региональный закон. В частности, новый документ предполагает уточнение рееста по учету людей, которые уже получали жилищные субсидии или помещения по социальному найму. Претендовать на повторное получение жилищных льгот они больше не смогут. Это требование распространяется и на детей-сирот, жилье которым традиционно предоставляется из специализированного жилищного фонда автономного округа. Кроме того, будет уточнен порядок определения общей площади жилья по договору социального найма в случае уменьшения размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению. Например, если в течение пяти лет до получения жилого помещения по договору соцнайма человек совершил сделки, в результате которых размер занимаемой площади уменьшился, то и новое жилье он получит меньше. Бесчеловечность ради наживы. В рубрику «Нам здесь жить» обратилась семья, которую обманули на сделки с недвижимостью. Если коротко, то кое-кто предприимчивый сначала продал дом родителям у мальчика-инвалида, а потом перепродал его другим людям. В итоге Ольга Горшколепова, ее муж и больной ребенок остались без собственной крыши над головой и без денег. Все подробности этой запутанной истории у Кирилла Мигеля. Дом-сказка, дом-мечта. Для маленького Артема двухэтажные хоромы в одноименном дачном поселке должны были стать настоящей отдушиной. Выезжать на курорты или на землю к родственникам мальчику не позволяет здоровье. А пластическая анемия, его костный мозг практически не работает. Здесь же и простор для прогулок, и бассейн для реабилитации, и даже камин. А еще стены, которые расходятся в стороны, заваливающиеся на бок фасад и прогнившие сваи. Появилась вот эта вот трещина. Он стал оседать и уходить полностью. Вот они появились. Два миллиона рублей цена без малого развалин. Заплатить успели полтора. Пришлось продать ипотечную квартиру, брать кредиты, влазить в долги. Жить всей семьей рассчитывали в новом доме. Осматривали хоромы зимой. И в этом, говорят люди, их самая большая ошибка. Как только холода пошли на убыль, вместе с талой водой всплыли и все недостатки постройки. Муж поехал в июне проверять дом, и оказалось, что там пошли трещины, что как бы дом подлежит, нужно ремонтировать. Пригласили мастеров, они сказали, что как бы нужно вложить еще миллион, чтобы дом как-то стоял более-менее нормально, чтобы все было. Как бы таких денег нет. Он обратился к тем людям, у кого мы покупали дом, и говорит, давайте сделаем так, чтобы не было, как бы я неправ, конечно, то, что я купил, теперь обратно, как бы, но у меня таких денег, у нас таких денег, у семьи нет, чтобы дом этот реставрировать, давайте как бы подадим в суд, что как бы дом там, я вот вину там что-то заплачу сам, как бы, свои неустойки. На что они сказали, нет, нет, вы не переживайте, мы дом сами перепродадим, а деньги вам отдадим. О том, что дом давно продан повторно, его предыдущие покупатели узнали случайно, и первым делом поехали к продавцам, а затем в полицию и суд, потому что деньги им возвращать на адрес отказались и выпроводили людей. Практически то же произошло и с нашей съемочной группой. А это кто? Здравствуйте. Это наши представители? Нет, все, выходите. Выходите. Я сейчас звоню, адвокату звоню, вызываю. Вызывайте. Наряд, выходите. Вы не имеете права никакого. Нет. Вы не имеете никакого права. По всем документам продавцом является вот эта женщина, и все по тем же документам беднее человека в городе просто нет. По решению суда половину своей зарплаты она платит обманутым людям, а это 8,5 тысяч в месяц. Чтобы полностью покрыть долг и вернуть полтора миллиона, работать ей теперь придется 32 года. При том, что через два она выходит на пенсию. Предприимчивая продавщица решить вопрос предлагала полюбовно. Вернуть миллион, а об остальной сумме предложила забыть. Немного настораживает, потому что эта история длится уже, не считая того года, тех судов, что у нас прошло, длится уже 4 месяца, и что никак эта опись имущества просто не может произойти. Вот это просто настораживает. Но приставы все же своего добились. Имущество женщины описать удалось. Вот только эта капля в море. Теперь обманутым людям приходится жить в квартире родственников, а их сыну необходима пересадка костного мозга. Только по самым грубым расчетам это 3 миллиона рублей. Если, конечно, найдется донор. Его поиски за границей обойдутся в 600 тысяч за каждое полгода. Удивлению и возмущению Гашкалеповых просто нет предела. Потеряла веру в людей, говорит Ольга. Ведь чужого им не нужно. Хочется просто вернуть свое. Кирилл Мигель, Виталий Харченко, Александр Иванов. Новости нашего города. Кто готов оказать или организовать помощь нуждающимся в ней детям, выяснил фонд общественного мнения. 28% россиян утверждают, что в последний год-два им приходилось жертвовать деньги. Выразили готовность помочь в ситуации, когда требуются средства на лечение конкретного ребенка, 44% наших сограждан. Чаще всего люди говорят, что передали бы наличные организаторам сбора денег или перечислили бы средства со своего банковского счета. А вот что касается сумм, то если речь идет о единовременном денежном пожертвовании на помощь детям, то 21% опрошенных отдали бы меньше десятой доли зарплаты. До половины ежемесячного дохода выделили бы всего 2% респондентов. Большую часть своих денег из числа опрошенных не пожертвовал бы никто даже единовременно. К счастью, Ноябрьск как раз славится тем, что к особым детям здесь особое внимание. Во всяком случае, общественные организации и педагоги стараются максимально разнообразить хотя бы досуг детей с ограниченными возможностями здоровья. На этот раз они собрались в маленьком цветочке на празднике урожая. Немаловажно, что на осеннем балу здесь присутствовали не только воспитанники детского сада, но и те малыши, которые по состоянию здоровья каждый день посещать образовательные учреждения не в состоянии. Судя по улыбкам детей, понятно, что праздник удался. Развлекательная программа с конкурсами и театральными постановками понравилась и детям, и взрослым. Такие мероприятия в нашем саду проводятся, скажем так, не очень часто, но можно назвать их традиционными. Они проводятся совместно с организацией нашего города «Необычные дети Ноябрьска», также при участии наших детей-инвалидов, которые посещают наше дошкольное учреждение. Я думаю, вы видели сегодня сами, какое удовольствие получили дети и взрослые от данного праздника. Ямальцы могут оценить качество электронных услуг в области образования. Роспотребнадзор проводит опрос жителей округа, в ходе которого попытается выяснить их отношение к возможности электронной записи детей в детские сады. По словам специалистов, это позволит проверить качество оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования с точки зрения конечных получателей, граждан. Поставить свою оценку или ответить на несколько анкетных вопросов можно на сайте Департамента образования округа. Ну и в завершении, коротко о том, что интересного на этой неделе для своих читателей, подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». «Слово нефтяника». Читайте в свежем выпуске. В многонациональной России очередное обострение нациалистической лихорадки, как детонатор сработало резонансное убийство 25-летнего Егора Щербакова, гражданином Азербайджана в Бирюлеве. Согласно официальным данным, наш округ сегодня занимает третье место после Москвы и Петербурга по привлекательности для иностранцев. Их количество сегодня превышает 90 тысяч человек. Как обеспечить в регионе национальный мир и согласие? Ответ на этот вопрос пытались найти журналисты СН на первой полосе издания. Каждый рабочий день в жизни Жанны Латышевой, заместителя начальника отдела кадрового администрирования и планирования персонала, не похож на другой, ведь ежедневно ей приходится взаимодействовать с людьми. Коллектив «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» большой. У каждого сотрудника свои вопросы к кадровой службе. Материал о том, как сегодня работает эта структура, читается на пятой полосе. Вся жизнь директора Центра лыжного спорта Сергея Шершова, известного тренера и спортсмена, это своеобразный бег на короткие и длинные дистанции с огромным количеством огневых рубежей, которые надо пройти без штрафных кругов. Герою гостиной СН это бесспорно удается. Как? Об этом вы узнаете из интервью с Сергеем Шершовым на седьмой и восьмой страницах газеты. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 18 октября в Сарехарде без осадков. Ветер западный, температура 8 градусов ниже нуля. В Муравленку без существенных осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура 10 градусов мороза. В ноябрьске переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Температура минус 10 градусов.